Всем привет! Меня зовут Антон Пельчер, я инженер и занимаюсь строительством рыбоводных ферм более 10 лет. Сегодня мы поговорим с вами про такую важную тему, как температурный режим в УЗВ. Вообще, какую температуру необходимо поддерживать, всегда ли она одинаковая или она меняется, какая она в зависимости от вида рыб, чем и как можно греть воду, воздух и вообще, что нужно греть. Поэтому смотрите это видео до конца и вы узнаете все это, а еще и получите специальный бонус в конце ролика. Поэтому поехали! Ну и начнем мы с того, на чем вообще держится система УЗВ. А держится она на круглогодичной оптимальной температуре. Это вообще основа основ всей системы. То есть УЗВ это среда, совершенно не зависящая от внешних условий. Мы можем быть в Арктике и при этом выращивать тропическую рыбу. Мы можем находиться на экваторе и при этом выращивать холодноводных лососей. Система УЗВ полностью независима от того, что есть вокруг. Поэтому для того, чтобы в системе была эффективность, а эффективность основана на круглогодичной идеальной температуре, для каждого вида рыб он свой. И система УЗВ должна поддерживать эту среду. Давайте разберемся, как именно поддерживать и что. Ну и начнем с того, что климат, например, в Москве может быть от минус 30 до плюс 30 температуры на улице. Вода в скважине может быть от 4 градусов и до 12. Вода в водопроводе может быть от 10 градусов до 25. Температуры окружающей среды, подпиточные воды, они очень сильно скачут. А УЗВ должна выравнивать эти температуры. Потому что идеальная температура, например, для холодноводных видов рыб, это 16-17 градусов. При них идеально растут лососевые, например, форель. Для ситровых идеальная температура 22-24 градуса. Для них идет самый быстрый рост ситровых. Ну и для африканского сама креветки и рака идеальная температура 26-28 градусов. Как нам обеспечить эту температуру? Ну и начнем с того, что же нам в принципе нужно греть. И первое, что нам нужно греть, это воздух. Потому что воздух, он так или иначе влияет на температуру воды. А также, если воздух будет холодный, а вода теплая, то у нас будет с вами обильное испарение, которое будет результировать в виде испорченного здания, испорченного оборудования и конденсата повсюду. Как греть воздух? Все очень просто. Существует несколько вариантов. Первое, это радиаторы. Второе, это, например, теплый пол. И третье, это тепловентиляторы. Ну и, конечно, существует еще целая куча других устройств, но вот рассмотрим основные три. Первое, радиатор. Это классическая система. Она плохо контролируема, но при этом она дешевая и простая. Второе, теплый пол. Классная современная система, но не для промышленности, потому что здесь где-нибудь просверлят пол при монтаже. И этот теплый пол, ну, в общем-то, прикажет долго жить. Третье, это тепловентиляторы. Это именно то, что я рекомендую. Подключаются к водяному контуру от котла, прекрасно работают по датчику температуры, включаются, распыляют воздух в помещении. Ставите 1-2 градус выше, чем температура воды в бассейнах, и они у вас поддерживают всегда идеальную температуру. Это был воздух. Второе. Подогрев подпиточной воды. Вам необходимо греть подпиточную воду. Как минимум желательно, потому что все равно она, конечно же, уравнивается в УЗВ, но если вам нужно залпом долить большое количество воды и вы льете холодную воду, у вас стресс биофильтру, стресс рыбе, ну, в общем, я не рекомендую так делать, поэтому лучше ставить подогрев подпитки. И третий, это подогрев системы УЗВ, то есть это подогрев воды в замкнутом кондуре. Это, в принципе, необязательный вариант подогрева, но я очень рекомендую его использовать, потому что он точно догревает воду в вашей системе. Идеально, чтобы были все три. Тогда у вас никогда не будет проблем с обогревом и поддержанием оптимальной температуры. Дальше. Чем греть? Существует два основных варианта. Первый – это водяное отопление, и второй – это тент. Водяное отопление, что это такое? Есть котел, он может работать на разных источниках топлива. Если вам интересно разобраться в том, какой источник лучше, смотрите мое отдельное видео по всплывающей ссылке про источники отопления и обязательно в этом разберетесь. Сейчас мы об этом говорить не будем. Есть некий котел. У этого котла есть уже теплый контур подогретый. Так вот, на этот теплый подогретый контур вешаются и тепловентиляторы, и теплообменники, которые могут стоять на подпиточной воде, на оборотной воде системы УЗВ. И работают они, соответственно, при контакте двух средств – холодной воды и горячей воды. То есть это водяное отопление. Ну и второй вариант – это тент. То есть это прямой электрический нагрев. Когда у вас есть некое устройство, там есть свой нагревательный элемент наподобие кипятильника, он включается, нагревает воду, также может работать в автоматическом режиме. Ну, я предпочитаю первый вариант, потому что он более надежный, более удобный. Тены горят, тены испытывают целый ряд проблем, да и плюс вообще электричество для отопления – слишком дорогой источник, поэтому я бы не очень рекомендовал его использовать. Это что касается вариантов подогрева. Поговорим о теплообменниках. Какие можно использовать? Есть три основных вида. Первое – пластинчатый теплообменник. Он обменивает тепло через специальные пластины. Достаточно эффективный, но ни в коем случае не рекомендую его использовать на УЗВ, потому что в УЗВ есть бурный рост микроорганизмов, и пластинчатые теплообменники на нашей практике просто зарастали. Второе – это трубчатый теплообменник. Более интересный вариант. Подключается, врезается в трубопровод, спокойно греет через специальные трубки. Они могут быть медные, лучше, если они из нержавеющей стали. Соответственно, по трубкам внутри протекает горячий контур, в основном в корпусе протекает холодный контур, они встречаются, вода нагревается. Ну и третий вариант – это погружной теплообменник. Погружной тоже неплох, но нужно для того, чтобы он эффективно работал, обеспечить постоянный проток воды через него. Поэтому его лучше ставить в каких-то узких местах, там, где есть течение воды. Ни в коем случае не в углу большого резервуара, потому что там он нагреет воду вокруг, ну и, собственно, все. Эффективность он очень сильно потеряет. Подключение теплообменника. Как его лучше подключить? Будь то проточный нагреватель, будь то проточный теплообменник, любое проточное нагревательное устройство. Варианта основных два. Первое – врезка в главную магистраль. То есть у вас идет основной, например, труба от насосов, и вы туда врезаете теплообменник. Врезать обязательно необходимо байпасом. То есть не в основную контур, а делаете ответвление, делаете байпас, пропускаете часть воды через этот теплообменник. Не надо пускать через него всю воду. Второй вариант – делать отдельный контур циркуляции на теплообменник. Например, у вас есть насосный резервуар, вы подключаете туда отдельно теплообменник с маленьким насосиком, насосик забирает из резервуара, прокачивает через теплообменник и сбрасывает обратно. Это называется подключение отдельным контуром. Оно, в принципе, тоже достаточно хорошо используется, особенно на буферных емкостях с подпиточной водой. Поговорим об автоматике теплообменника. Как должен работать нормальный теплообменник? Есть несколько устройств, которые автоматизируют его работу. На линии холодной воды там, в принципе, никакой автоматизации нет, обычные ручные экраны. Но при этом на подключении горячего контура там как раз-таки эта автоматизация используется. Что там есть? Первое – это датчик температуры. Он отслеживает температуру воды, протекающей через теплообменник, и сигнализирует о том, что необходимо включить и открыть горячий контур. Это термостат. Второе – это электромагнитный клапан. Что делает электромагнитный клапан? Он открывается по сигналу от термостата или от датчика температуры и начинает пропускать через горячий контур, соответственно, горячую воду. И тогда теплообменник работает, горячий контур передает тепло холодному. Следующее устройство – это циркуляционный насос. Мало того, чтобы электромагнитный клапан открылся, система отопления обычно довольно многогранная, большая, необходим циркуляционный насос, который заберет определенное количество горячей воды и пропустит через теплообменник. Поэтому следующий элемент автоматизации – это циркуляционный насос. А теперь я дам вам три важных лайфхака, которые помогут вам лучше скомпоновать и рассчитать вашу систему ОЗВ. Во-первых, ни в коем случае не ставьте обогрев после оксигенатора. Оксигенатор насыщает воду газами, кислородом, и в том числе туда попадают другие газы. Если вы после оксигенатора эту воду подогреете, то в ней тут же повысится давление растворенных газов, а это приведет к газопузырьковому заболеванию. Поэтому ставьте теплообменник только до системы оксигенации и ни в коем случае не после. Второе. Почему еще важно держать ровный температурный режим и давать теплую воду из-под питки? Потому что если вдруг вы дадите много холодной воды, у вас произойдет падение температуры в системе, это вызовет шок у бактерий биофильтра в лучшем случае, а в худшем их гибель. Поэтому ни в коем случае не допускайте колебания температуры воды в биофильтре, иначе он может просто выйти из строя. Ну и третий лайфхак. Чем теплее вода, тем быстрее метаболизм бактерий. И тем быстрее метаболизм бактерий вашего биофильтра, а также быстрее метаболизм рыбы. То есть чем теплее вода, в рамках, конечно, нормы, у каждого вида рыбы она своя, тем быстрее растет рыба, и тем лучше работает биофильтр, и тем в целом стабильнее работает ваша система УЗВ. Ну а на закуску я приготовил вам специальный бонус, который вы можете скачать по ссылке в описании к этому ролику. Это расчет водоподогрева системы УЗВ. Вы просто вбиваете основные данные и получаете необходимые мощности теплообменников, которые требуются для подогрева всей вашей системы. Поэтому скачивайте, получайте удовольствие, ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. А я надеюсь, так оно и есть. С вами был Антон Фельчер и мой канал о том, как выращивать рыбу и зарабатывать на этом хорошие деньги. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok